— Актёр! — Юр! — Актёр! — Юр! — Актёр! — Ну да, брат! — Хотя бы он не стал доверенным лицом! — Колбаска. — Будьте здоровы. — Паша, у нас есть традиция — каждый май мы встречаемся с суперзвездой и пьём пьё. — Ей. — Сейчас мы делаем это с тобой. Про тебя же известно, что ты снимался в самых разных фильмах — и классных, и чудовищных. Просто очень чудовищных, и мы об этом потом поговорим. — Ну ладно. — Но в топ-3 самых рейтинговых фильмах на Кинопоиске, в которых ты играл, я увидел название, которое никогда не слышал — фильм «Кука». — План на завтра такой. Ищем девочку, по приметам собранным, со слов Елены Кичиной. — Розаночка! — Одеты скромно, но чисто. — Что это у вас там за девочка? — Помогите! — На вид около шести лет. Это был Петербург, мой любимый обожаемый город. Это была наша команда, мы только познакомились. Ярослав Чеважевский и Юра Колокольников. Мы с ним были уже друзья давно. И у нас создалось такое триво. Триво мы потом сделали вместе еще два фильма. А Юра с Ярославом создали компанию. «Ярче Пикчерс», да. И они сделали еще какой-то фильм. 36.6. Неплохой. Ну что, мы были молодые. — Ты гопника там играл? — Ну как бы не то, что гопника, ну какого-то такого, да. С улицы, скажем так. — Чтоб сыграть гопника, тебе нужно играть? Или ты просто реанимировал какие-то подробности детства, юности? — Да что мне надо играть? Я же с Таганрогом. Я всегда помню, откуда я, кто я и зачем я. Всегда. И никогда не забываю об этом. Мне кажется, это так важно для пацана нормального. — Что ты помнишь? Что такое Таганрог тех времен, когда ты рос? — Провинциальный город, 300 тысяч жителей. Классный, ужасно уютный. Азовское море, Азовский залив. Петр Первый хотел, много-много лет назад, сделать Таганрог столицей. Но из-за того, что в Азове через залив стояли турки и часто делали набеги на Таганрогскую крепость, он стал искать другое место. Ну так говорят. — Да. И выбрал то, где льет дождь каждый много-много времени. А так было бы на южной столице. — А так было бы, пожалуйста. Родился и прожил до 20 лет в районе Западной, Западной низы. Собственно, и отец, и мать работали на заводе всю жизнь. Ну и понятно, они зарабатывали хлеб насущный, чтобы нас с братом прокормить. Ну а мы были предоставлены сами себе. Вот эта улица и все такое. Ну, собственно, вот. — Так, никаких классических ростовских вот этих вещей у тебя не было? — Типа? — Ну, с Герычем, со всем остальным. — Чем занимаются твои друзья сейчас? — С Герычем очень много умерло. Очень много. Умерло, погибло, убили. Вот трех друзей. Двух убили. Вот. Один умер сам. Двух убили, один умер сам. Все это было наркотики, конечно. Все это было пьянка. Я вовремя уехал. Очень вовремя. Потому что, ну, я бы, конечно, я думаю, я сторчался бы там. — «Кука» — это же фильм про девочку, которая одна жила, шестилетняя. — Да, умерла бабушка. — Да, это очень трогательное кино. Оно не идеальное. Оно не идеальное, несмотря на то, что людям оно зашло, по крайней мере тем, кто доступ в интернет имеет и голосует оценками и баллами. Что тебя может растрогать? — Что меня может растрогать? — Да. — Юра, все что угодно. Я такой стал сентиментальный. — Расскажи. — Мать его. Просто ужас. Ну, чаще всего я плачу, конечно, с мультиков. С мультиков. С голливудских мультиков. Ну, не знаю, там… — «Стайны Коко»? — А? — «Стайны Коко»? — «Коко». Ну, в общем, голливудские мультики. А вот был мультфильм там некоторое время назад «Валли». Мы пошли… Мариус, мой друг, Вайсберг. — Мы поговорим о нем все, да. Мой друг Мариус Вайсберг как-то звонит, мне говорит, «Пашуля, пойдем, сходим, посмотрим «Валли». Пошли в октябрь. И так меня эта история растрогала. И так я был под таким впечатлением. После мы выходим. Знаешь, у меня внутри… А они настолько идеально делают, настолько они придумали вот этот мир классный. И я верю абсолютно. Мне только главное поверить всему происходящему. И все. Я ваш навеки. «Ваня, я ваш навеки». И мы выходим, и у меня полная душа и тело, чувства, ощущения. Ну, таких прям, знаешь, высоких, где-то слезы не так далеко. Он говорит, «Блядь». Мы ходим, молчим. Он говорит, «Как это круто». Я говорю, «Мариус, это…» И начинаю рудать. Меня что-то пробило. Прям нарбать? Да, мы вышли. Я понимаю, как это глупо. Я не могу остановиться. У меня слезы очищения какие-то. «Мариус» стоит ему неудобно. Я говорю, «Подожди». Я пошел на остановку, сел, проплакался. Тут же поржал, конечно. Дико смешно. Что ты так смотришь? Ну да, такие вещи бывают. Я очень… Как это сказать? Чувствительный к таким вот вещам каким-то. «Белый бим, черное ухо». Пипец. Я помню, слушайте. «Белый бим, черное ухо». Я помню. Мы сидим втроем. Брата старшего не было моего. У меня есть старший брат Саша. На 9 лет мне старше. Так вот, мы сидим втроем. Мама, папа и я. И смотрим. «Белый бим, черное ухо». И что-то там собака застряла между рельсов. Я помню этот момент. И батя, батя сидит. «Бим! Бимка!» «Батя!» Он вскочил с дивана. Я так думаю, что? Что? Блин! Блин! Да! Наливай! Паш, ты здесь живешь? Да, вместе с семьей. Дом построен в 1956 году. Владимиром Михайловичем Мясищевым. Это прадед моей жены. Сидел в тюрьме на Лубянке с 1938 по 1941. Потом прошел всю войну, строил бомбардировщики. Был генеральным конструктором летческого КБ. Герой Советского Союза. Собственно, в тюрьме он спроектировал этот дом. Потом, когда ему дали Герой Советского Союза, он на эти деньги построил этот дом. В тюрьме он за дело сидел? В тюрьме он сидел не за дело, конечно. Потому что они с Туполевым перед этим жили практически два года в Америке. В Лос-Анджелесе, по-моему. Наблюдали там, какой-то самолет они смотрели. Набирались опыта. И он приехал, абсолютный американец. Есть фотки. Он просто выглядит, как американец. Ну и их с Туполевым посадили. Они сидели. Пацаны, они немножко похожи на дом Уолта Диснея по стилю? Есть мотивчики такие. В те времена никто таких домов не видел. Все были деревянные, не было гостиных. Вот это он привез оттуда. Моду из Америки. Вот там он насмотрелся и построил такой дом. Настолько круто, настолько эргономично он все это сделал. Просто все до мельчайших деталей продумано. Когда ты здесь живешь, ты понимаешь, насколько дед был крутой. Насколько. Представляешь? Все сам. Все эти входы, выходы. Здесь на четыре стороны выходы. В общем, круговые комнаты там. Удивительно. Теперь мы все вместе. Здесь уже два месяца сидим. К чему я безумно рад. Потому что такого бы никогда не было. Я живу в Москве. Да, у меня там своя квартира. И когда есть время, наезжаю сюда. Так было всегда. А сейчас я здесь. Слушай. Да. Ничего себе ты самоизолируешься. Представляешь? Какой-то как. Здесь Михалков рядом. Да. Кончаловский. Да. И ты. Я. И многие другие еще. Ох. Куча генералов там. Видел, какие заборы есть? Да. Громадные такие 7-метровые заборы и камеры везде. Все это черное, все это без вкуса. А как ты себя здесь чувствуешь? Я чувствую себя прекрасно здесь. Потому что у меня здесь есть семья. Я как-то с одним знакомым обсуждал этот вопрос, у которого дети ходят в элитную школу Москвы. Я говорю, ребят, ну вот вы честно заработали. А вы не паритесь, что вот вы платите за школу там какие-то огромные бабки, и вот они у вас каждый день коммуницируют с теми, кто в том числе нечестно заработал. И они говорят, нет, 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 но смешные ситуации бывают. Например, на второй день дочка пришла из школы и спросила, мам, гектар это много или мало? У вас сколько гектаров земли? Гектар? Да. И вот такие вещи. Понимаете, ты не боишься? Ну мы не ходим в элитную школу, потому что Дашка моя и Машка, они против всего этого, им все это не нравится, весь этот пафос, и я не люблю. Ага. Ненавижу пафос. Это то, что нас убивает, русских. Пафос. Так? Да. Изучал этот факт, эффект бабочки, как я его назвал. Почему, допустим, возьмем американских, да, там, режиссеров, актеров, музыкантов, они так, у них такая потенция длинная, долгая, творческая жизнь. Ага. Они подписываются, там, снялись в пару картинок, сняли там два-три фильма, и потом куда-то все это нивелируется, уходит вот этот вот талант, способность. Я думаю, что это совокупность пафоса, атмосферного столба, наверное. Ну, люди, когда, допустим, на каких-то вечеринках, ну, знаешь, на официальных, как-то немного все это, не чувствуешь себя свободным. Мне всегда было на них не очень уютно. Я хотел, чтобы мне было там нормально, но всегда мне там чувствую себя как-то скованно, потому что все немножко на каком-то… Немножко опломба. Вот я думаю, Юр, это не больше не меньше, как внутренняя свобода твоя. Вот принцип творческого долголетия — это внутренняя твоя свобода. Знаешь, был не так давно, Клим Шипенко получил там «Золотого орла» за текст, за лучший фильм. Он снял, к тому же, еще самый кассовый фильм в нашей стране «Холоп». Вот, ты знаешь, и он себя при этом при всем вел, как ребенок. Вот как-то так. Значит, никакого не было, как у многих остальных, там, наверное, на кислых, на серьезных щах, там, вот это вот. А он вот такой открыт, и мне так это понравилось. И на вечеринке после я ему говорю, вот, ты знаешь, Клим, я тебя поздравляю, конечно, со всем этим, но больше всего я тебя поздравляю вот с этой энергией, брат, вот, которую я сейчас вижу. Мне кажется, это… у тебя большой творческий потенциал в этом. Потому что, ну, человек… нельзя ни в коем случае как-то губить, как-то разрушать, закрывать своего внутреннего ребенка, понимаешь? В последние недели, если появляются какие-то неотложенные дела за пределами дома или нашего уютного офиса, то выбор транспорта максимально ограничен. По сути, остались две опции. Либо своя тачка, моя малышка, либо такси. Выбираю я по ситуации. И на съемке выпуска, который вы сейчас смотрите, я ехал на такси. Такси сейчас, пожалуй, самый безопасный общественный транспорт. А в Гет, на котором я передвигаюсь последние полгода, на время пандемии ввели дополнительные меры безопасности. Всем водителям выдают маску, перчатки и санитайзер. Если вы еще не пробовали Гет, но особо думаете о своей безопасности и готовы поменять привычки, ныряйте по ссылке в описании. Вот сюда. Держимся, бережем себя. Ну а если вдруг очень куда-то нужно, передвигаемся на Гет. У вас же там сложилось на этом фильме туса «Ты», «Колокольников» и «Чеважевский». Точно. И вы сняли один из самых наркоманских фильмов в истории русского кино «Счастливый конец». Наркоманских? Так он тебе показался наркоманским? Ну он очень странный. Мне, смотри, его разнесли, у него рейтинг 2 с чем-то на Кинопоиске. То есть это вот ниже, это хуже Андреа Асяна. То есть просто, просто, просто дно. Ну не знаю, он мне не показался, кстати, плохим. Вот, мне в отличие от… Мне показался пошлым, несмотря на тему. Это могли бы слегка скатиться. Он странный. Он странный, но в моем представлении, просто у меня вкус, у меня нет вкуса. То есть у меня он очень странный. Везде, где про член говорят каким-то под новым углом, углом, да, это моя тема, я всегда аплодирую, радуюсь и все остальное. Вот, а если член еще такой здоровый, как Колокольников, я еще завидую, разумеется, как человек, который не может этим похвастаться. Как вы это делали? Как вы это снимали? Весело. Снимая «Куку», мы вместе придумывали какую-то историю, там, между дублями, когда выставлялся свет, приставлялись камеры. А мы думали какую-то историю… Что-то было с… какая-то история с бородавкой, не помню. Короче, мы пришли к выводу, что нужно снимать фильм по мотивам Николая Николаевича Гоголя «Нос». Только вместо «Носа» это член. Юра Колокольников, конечно, член. Ты знаешь, Юрка, вот, он в такие авантюры, я не знаю, как сейчас, я надеюсь, то же самое, но вот раньше вписывался вот так, с большим, с большим удовольствием, вот, энтузиазмом. И я помню, как-то его жена, супруга, по-моему, да, Надя, мать его ребенка, как-то спрашивает, он мне рассказывал, говорит, Юра, ты уверен, что ты, ну, как бы, член будешь играть? Я говорю, да, конечно, а че, классно. Вот, Юрка, в общем, ну, без комиксов этот смысл, ну, класс. Не, супер, да. Класс. Офигенно. Это готовность супер. Ты бы не смог. Нет, я бы не смог. Слушай, давайте я расскажу, как этот фильм повлиял на, собственно, вот, на меня. Да, мы писали как бы с самих себя, ну, грубо говоря, да, максимально приближенное это было, к себе самим эти персонажи. Юрка побрился, кстати, да, специально для этого фильма. А, был в осад, ну-ну. Что был, да, максимально быть похожим. Моего героя звали Павел Давиденко, я Павел Деревянко. Угу. Он был Павел Давиденко, тоже из Таганрога, отец слесарь, все такое прочее. Вот. То есть максимально был приближен ко мне. Я понимал, что нужно танцевать стриптиз, нужно быть стриптизер, короче говоря. Я, хоть я всегда в форме, как бы, но я не стриптизер, потому что они такие... Они рельефные. Ну, они, они, нихрена не рельефные, они обычно чуть-чуть подзаплывшие, но... Ну, есть разные, окей. Ну, они такие, всегда у них масса есть. Бицухи, жопухи и все такое. Так как дико ответственно отношусь к своей работе, я люблю и обожаю, и для работы могу сделать все. И только для работы, для себя нет. Короче говоря, я не вылезал из спортзала 4 месяца до съемок фильма. У меня было плюс 5 чистой массы. Это все было сделано только ради, там, грубо, первой сцены. Самой первой сцены, когда мой герой танцует, Павел Давиденко танцует. Как бы в клубе стриптиз, как бы перед этим, когда мы заявляем его, да, что вот он такой... Сняли этот танец, там осталась, по-моему, пара съемочных дней. То есть, роль была мне в кармане. Я понимал, что я сделал максимум. Это был Хэллоуин. Я приехал в Москву, в свой отчий дом уже. Думаю, так, хочется чего-то мне разврата какого-то хочется. Я взял, я надел этот костюм, там, эти черные сапоги на таком... Черная пилотка такая полуфашистская, стек, там что-то такие... Трусы с каким-то кожаным, с таким вот прицелом были, из стразов выложенных, из красных. Была тогда очень модная, популярная крыша мира. Все ребята, все товарищи, знакомые, кого я встречал, говорили... Деревенка, ты че? Я говорю, ну да, да, есть такое чувак. Вот, а действительно, когда мы снимали, стриптизеры, они бреют ноги, грудь, все это было. Я действительно, мне так нравилось свое тело, мне так нравились свои бритые ноги, свои грудь. Я там ходил только в зеркало, очень часто смотрел на себя, мне нравилось на себя смотреть. Я подумал, блин, ну как, сейчас закончатся съемки, опять у меня вырастут волосы, опять все это будет некрасиво. Короче, я ходил там, кайфовал от себя. Ты пошел в клуб? Ну, рядом с нами была девушка, которая мне очень нравилась. Ну, я вот так себя как-то немножко вот так вот странновато вел. Ну, угарно немного. Ну, можно так сказать, да. Разнузданно. Ну, да. Мне хотелось, хотелось, как я сказал, получить всего в этот вечер. Я, мне казалось, абсолютно был достоин, больше, чем некоторые другие, многие другие. Вот. Она говорит, слушай, чё-то ты какой-то, чё-то мне сказала такое. Я говорю, слушай, тебе чё, не нравится? Ну, и больно надо. Вот. Ну, в общем, как-то вечер закончился никак. И я приехал домой, заснул, утром проснулся. Чё-то настроение хреновое. Думаю, чё, чё было-то? Чё было? И ужаснулся. Потому что я понял, что вчера это был не я. Вчера был я, плюс этот, вернее, этот мой герой, Павел Давыденко, стриптизер, плюс я. То есть первый он был, плюс я. То есть это был не я, представляешь? Не я. То есть он настолько вошел, вот это вот всё. Я офигел. Я так испугался, мне так противно стало. Я скомкал этот костюм, выбросил его в мусорку. Я перестал сразу же, тут же ходить в спортзал. И у меня наступила депресс... депрессуха просто жесточайшая. Но это у меня больше не было. Полгода я вот ходил, блин, вялый, блин, ужасно себя чувствовал. Ты рассказывал у Дениса Ковальского, и мне сразу стало интересно, что такое депрессия на полгода? Это знаешь, у тебя не было депрессии? Не, никогда. Не было? Никогда. Ты крутой чувак. Вообще пипец. Я думаю, что это с этим связано? Ну окей, мне кажется, это особенности. Ну как, ну это особенности. Темперамента. Возможно. Да. У Юрки, кстати, наверное, тоже не было. Колокольникова? Колокольникова, да. Мне казалось, у меня никогда депрессии нет. Короче, ну хреново, Юр. Ходишь, тебе хреново. Физически. Ну ты в холодильник залезаешь, жрешь, просыпаешься в плохом настроении, не можешь уснуть. Да. Я такой худой, слабый. У меня все сразу... Психофизика просто дает такой сбой, в общем как-то. Эндорфины уходят куда-то, гормоны, я не знаю, там внизу эти... А снимаешься? Ну работаешь? Нет, я так, по-моему, что-то не работал. В общем, хреново было. Не, работа как-то она помогает, конечно, эти вытаскивают. Но тогда было хреново. Потом через полгода, я не помню как, наверное, через работу какую-то выскочил. Ну в общем, это было, это было жестко. И когда была премьера фильма, продюсер, ну как-то не поверил этот фильм. Совсем. Никак. И у нас была премьера в каком-то, я не знаю, ну человек десять там было. Ну пятнадцать, может, двадцать. Максимум. В зале. И он вообще никуда не пошел. Вообще никак. Никуда. То есть ты работал, сколько работал. Ты получил такую жесткую последствия, да, после него. Ты в депрессии вообще странно себя чувствуешь. И еще и фильм не вышел. Ну вообще был. Ну вот была и такая. Но это, знаешь, больше у меня никогда подобного ничего не было. Блин, и это все рассказывает человек, который так готовится к роли и вживается. Мне это все рассказывает человек, который снимался в Гитлере Капут. И чё? Об этом позже. Хорошо. С большим, с большим скрипом, с большим трудом меня туда утверждали в этот проект «Брестскую крепость». Потому что у меня до этого был «Гитлер Капут», твой горячо любимый фильм. И говорили, ну какой у него Гитлер Капут, это все вот эти штирлицы, шмирлицы. Какой он полковой комиссар, Фомин, еврей, защитник «Брестской крепости», герой. Ну, в общем, утвердили как-то. И я к этому с большим вниманием подходил, к подготовке, смотрел много фильмов наших старых военных. Прочитал, конечно, книжку «Смирнова. Брестская крепость». Мы приехали туда накануне заранее, нам провели каждому из артистов индивидуальные экскурсии. Экскурсии, да. И все это так сильно трогало. Мы все больше погружались в эту атмосферу. Настал день съемок. Собственно, на нас надели хорошие, качественные костюмы. Не, знаешь, не новенькие вот эти вот фуфло во многих фильмах современных про войну. Жуткие костюмы. Это все было отфактурено. Декорациями служил, собственно, вот эти кирпичные стены там, где все это было. Обожженное огнями, выбоиные от пули и все такое прочее. Первая сцена, в которой я должен был сниматься, начинается атака фашистов. И начинается паника. И мой герой выходит там. «Панику прекратить! Командование беру на себя!» Вот что-то такое. Очень громко нужно было сказать все это. «Панику прекратить!» Я выхожу, и первый дубль. «Панику прекратить! Командование беру на себя!» «Панику прекратить!» «Панику прекратить!» «Командование беру на себя!» «Командование беру на себя, на него никому сказал!» «Командование беру на себя!» «Командование беру на себя!» только комедии я был полный в полной уверенности что это провал и 22 июня в брестской крепости там в два часа ночи была премьера этого фильма построил построили импровизирован такой небольшой кинотеатр буквально у стены где расстреляли моего героя я приехала вся группа приехали ветераны чиновники там из минска из москвы игорь угольников продюсер саша кот я сел вот так буквально закрылся ну и готовясь увидеть провал и свое кино и прошел фильм я думаю неплохой фильм как-то ну такого быть не может этим же вечером в рамках московского кинофестиваля в москве в октябре был тоже показ этого фильма я уже пригласил дашулю там и всех каких друзей уже так по свободнее стал и посмотрел мне понравилось и как я играл и вообще как все это случилось игры саш а как как все это получилось я же видел что это было плохо это было ужасно это был провал он сказал одно слово монтаж но тебе отлегло вот это то что я я значит только могу в комедиях сниматься у тебя отлегло тогда отлегло и поверил себя ну как-то да я я понимал что я могу ошибаться потому что но мне до этого был уже достаточно большой опыт куча наработок и были какие-то небольшие драматические роли допустим махну вот но это было был сильный удар для меня разочарование а потом опять очарование в общем это было удивительно я понимаю что век живи век учись буди будет дуть дуть будет юри моя пирамика откуда ты знаешь что это посмотрели в администрации президента мне говорили люди из администрации президента ты общаешься с ними нет иногда можем пересекаться но пересекать давно уже нет а на днях рождения там там у миши глустяна у кого-то там саши ревы или где-то где-то но бывало случайная встреча и они говорили что смотрели да и просто в леса смотрел ли путин думаю что смотрел говорили что смотрел как ты думаешь почему они кайфанули если это по сути про них я вот думаю нормальное чувство юмора у ребят чувство иронии самой иронии потому что ну так как мы жизнь ну как бы стебемся над ними но это же чистая правда так и есть для взяточничество коррупция она вот и вот они смотрят но какой они смотрят про самих себя ну и кайфуют это не знаю наверно потому что они видят по-настоящему как-то верят всему происходящему на экране то есть я вор но самый ироничный ну наверно так я не знаю надо у них спросить ты же встречался с путиным да расскажи это было очень смешно позвонили нам накануне как-то надо за несколько дней говорят все будет встреча с президентом ничего не говорили там что нужно одевать что-то спрашивать вот это вот я думал какие-то будут соу давать нет ничего такого нет не было так ну хорошо ну чё чё мне одеть так я одеваю какие-то выцвевшие джинсы прямо такие знаешь болото на такого дурацкого цвета уже ношеные одеваю футболку вот такие вот такого же цвета такого не черного уже такого знаешь болото вот с таким вот вырезом вот эта цепуха на мне босики мои и пинжак сверху кожаный и и жду ребят когда за мной заедут вот я сижу там в кресле да это было по поводу салюта 7 это по поводу абсолютно точно это было по поводу салюта 7 мы показывали президенту салют 7 в кремле так заезжает бакур бакурадзе за мной и володя вдовиченков и я уже выходя выходя перед дверью так раз на себя в зеркало думаю болин что-то я легкомысленно оделся я думаю уже времени нету слегка легкомысленно легкомысленно я так прям а ну уже черт времени нету сейчас я буду блин вышел сел в машину поехали в аван а они все на гавриилах вот это все и бакура и все я говорю говорю в аван слышно на заднем сидим в аван что-то я говорю как-то я делал я парюсь короче вот мы приезжаем в кремль проходим на несколько кордонов джанибеков совиных это наши герои кого мы играли а вот там добродей в общем все топ там какие-то генералы там вот мы сидим ждем президента два часа где-то пьем чай идет все мы заходим в специальную комнатку только причем это не был кинозал я думаю почему странно какую-то комнату просто оборудовали как оборудование стоит такое заходит песков вот ну как перед предваряю раз дверь улыбка и по всему ты тут тут и на мне так же я понимаю вот это понятно ну ты че идиот ты что или ну и дальше повел я думаю что а мне значит у меня есть момент у него после вот этого взгляда мне стало в другой вообще так пофиг на все как-то хорошее настроение пришел владимир владимирович ну вот совсем поздоровался не обратил внимание наверное на мою майку не знаю было все равно ну что и понравился ему кино мы показали где-то минут 25 ему нарезку посадили нас на 25 потому что он опоздал а ну нет потому что ну там сколько два часа полтора часа все-таки но я не знаю почему там какие-то места вот первый ряд значит владимир владимирович посередине по правую руку от него я володя вдовиченков здесь совиных и дженни беков кого мы играли собственно ну и там ну по-моему все все прошло хорошо вот ему понравилось мы потом задавал какие-то вопросы ну что такое было тебе предлагали стать доверенным лицом путина это так да и ты отказался был я во первых как предлагали джест мой джест джоу бико джест хау для начала ну как-то творится звонят тебе поднимаешь трубку говорят но здравствуйте вам звонят я не помню кто-то с администрации или кто-то не хотите ли стать доверенным мы вам предлагаем быть доверенным лицом нашего президента я не помню что это было неожиданно достаточно или ожиданно не помню я правда не помню на самом деле то ли взял я время подумать то ли то ли то ли сразу отказался история умалчивает ну в общем я отказался через неделю мне позвонили еще раз видать они там не договорились почему я это сделал потому что но это все не мое мне это не нужно все мне кажется артист должен заниматься своим делом просто сугубо своим делом и никуда не уходить это все это это то что будет тебя уводить там может быть я не знаю возможно возможно нужно было поступаться там как в какой-то степени там своей совести возможно потому что они совсем далеко не совсем я тоже согласен понимаешь с происходящим. Вот. А это ты доверенное лицо, ты должен, обязан там, ну, как-то, да? Поддерживать по-любому. Отказ нормально восприняли? Я надеюсь. Ну да, но потом мы встречались с президентом. А, это было даже до встречи? Ну да. Ух ты. Как ты реагируешь, когда смотришь на то, что твои коллеги вписываются в такие истории? Вот самая свежая – это история про поправки Конституции. По сути, это тоже быть доверенным лицом Путина. Вот. Просто немножко по-другому. Чуть завуалированным. Когда ты видишь Безрукова или Машкова, которые стоят и говорят про то, что русский язык. Его надо защищить. Русский язык. Юр, ну как я смотрю? Ну нормально смотрю. Ну каждому свое. Я за это, ну, ни в коем случае никого, я вообще ни за что никогда никого не осуждаю. Я ни за что никогда никого не осуждаю. Я считаю, это неправильно. Мне так легче живется. Потому что сам не без греха. Ты принимал участие в видеоролике «Московское дело», когда актеры собрались и высказали свою поддержку в творческом формате, поддержку узника «Московского дела». «Прямая речь Самариддина Раджабова». Я Самариддин Раджабов. Про меня говорят, что я причинил боль полицейскому защитной амуниции тем, что бросил в него пластиковой бутылкой. Как так получилось? Как ты там оказался? Ну это же беспредел. Ну как это? Мы знаем, что у нас система не самая лучшая судебная. Это было всегда у нас. Всегда в нашей стране. У нас никогда не было это прозрачно. Тут уже молчать нельзя. Кто это организовывал? Палли Добрыгин? Да. По-моему, да. Очень уважаю, люблю этих ребят. Твой мастер в ГИТИСе? Хейфиц? Леонид Ефимович Хейфиц. Что это за человек? Дрючил ли он вас? Дрючил, конечно. И он совсем в меня не верил. Он совсем в меня не верил, да. Но я был совсем необразованный и... Как это сказать? Неотёсанный. Я это и культивирую некоторые части из вышесказанного сейчас в себя. Да, он в меня не верил. Ну и правильно. Понимаешь, это настолько меня стимулировало. Что я каждый год ставил себе какие-то цели. Не какие-то, а конкретные цели. И добивался их. То есть и... Я был на курсе, ну или самым худшим, ну или один из самых. Ну никаких. Я был зеро. Зеро. Вот. А когда мы закончили на четвёртый курс, ну там дипломный спектакль... Сколько у нас? Три дипломных спектакля было? Четыре. У меня было в трёх... Ну главные роли были. Ну настолько я работал. То есть я... Обычно как? Приходит абитура и вливаются сразу в учёбу. Сильно. Сильно учатся. Первый курс, второй курс. Просто мощно. Вот. Ну и потом потихонечку всё это спадает. У меня первый курс абсолютно прошёл как... Я приехал из Таганрога, поступил в ГИТИС. Поселился в общагу на Трифоновке. И совершенно забыл, зачем я приехал вообще в Москву учиться. Потому что так... Какой учиться? Ну да, там было классно. Просто классно было. Среди всего этого тусоваться, понимаешь? Я из Таганрога приехал и исполнил свою мечту. Я ходил, только улыбался весь первый год. У меня даже была погремуха. Человек, который всё время улыбается. Но я ничего не делал, конечно. Я не ходил ни на лекции, ни никуда. Просто все работы, которые нам нужны были, я от всего отмазался. Последний момент сам и делал. Вот. И всё это изменилось потом. А почему? Был момент, когда ты понял? Да, был момент. В один из дней мы репетируем какой-то отрывок, что-то, не помню. И, конечно, мне жутко не хочется этого делать. Репетирует. Хочется пойти на Арбатскую попить пивка, потом поехать в общагу и дальше. Вот это всё. Все желания были. Что он просит от нас? Он говорит, слушайте, ребята. Это был грек. Дмитрий... Дмитрий... Я не помню. Ну у нас были... Приезжали из разных стран. Из Германии, из Франции. Да. На год, на два с нами учились. Вот. И он, сука, приехал из Греции. Он выучил. Замечу, чем за полу. Ну вышел. Русский язык. Ох... Так. Он говорит, слушайте, ребята. Зачем вы это делаете? Ну вообще, зачем вы сюда пришли? Вот вы не хотите сейчас репетировать. Нахрена вы сюда пришли? Перед мастером отмазаться, как бы, чтобы что? И вот это мне просто... А действительно, а чего это я сюда пришёл? Я, наверное, забыл. Вот. И у меня было... Ну я шёл по накатанной, как бы, у меня всё, что было, то... Я думаю, продолжалось со мной идти по пее. Но вот это вот зерно, я помню, во мне зародилось. И оно как бы росло, росло, росло. И потом... И потом дало свои всходы. Нина Чусова. Это тот человек... Режиссёр Нина. Спасибо тебе. Всегда. Через всю жизнь несу. Тот человек, который в меня поверил, и... Мы с ней сильно плотно дружили. Вот. И она сделала, я думаю, из простого человека, совсем абсолютно, сделала неврастейника. Она научила меня правильно относиться к профессии, любить её. Хотеть, желать, нервничать, пылать. И со второго года обучения всё пошло иначе совсем. То есть... Всё стало переключаться. Так что... Я на первом курсе не работал. А на четвёртом курсе... На четвёртом курсе... Я по утрам занимался речью. Абитура офигевала. Четверокурсник занимается с утра вот эту вот речью, речью и речью. Понимаешь? Скороговорки. Орехи? Орехи. Я дважды в обморок упал. Один раз на спектакль упал. В обморок, прикинь. Почему? Ну, так вот. Настолько я работал. Настолько я хотел всего. И настолько мне много чего раздражало. Тебе эмоциональный пик такой был, что тебя вырубало? Ну, это было психофизически. Мы мало ели. Мы много работали. На спектакле, значит, у меня момент. Я должен убить свою мать. Я душу свою мать. Свою однокурсницу. Я говорю монолог. Там, значит, выйдет солнце, как фаллос. Ну, как это. Бернар Мари Кольтес. Такие странные эти тексты, значит. Ну, так и современные. Что-то говорю. Выйдет солнце. Что он нас отосветит. У нас что-то такое. И чувствую какая-то, ну, так к стене подхожу. Что-то у меня так, ну, прям. Холодная такая. Холодная волна. Она такая накатывает какая-то. Такая противная. Липкая какая-то. Раз. Два. И я прихожу в себя. От удара пол. То есть я падаю, ударяюсь о пол. И встаю. Чистый лист. Я не понимаю, где я. Ну, то есть я поднимаю голову. Вижу, стоят ребята наши. Однокурсники мои. Думаю, так. Так. Что у нас? Репетиция. 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 Нет. Почему они в форме? Белые майки, черные брюки. Значит, у нас прогон. Прогон. Поворачиваю голову, а здесь полный зал сидит. Тишина. Пауза. Я понимаю. Значит, я упал в обморок. Это все. Это все постепенно. Вот эта мысль. Понимаете? Это все пауза. Я упал в обморок. Что мне сейчас сделать на спектакле? Ну, Наташа Мотева, моя партнерша. Видите, все любимые. Наташка, привет. Хорошо, что она... У ребят вот такие лица, конечно. Они понимают, что это все не... А зрители поняли, что тебя вырубило? Нет. Просто они были... Они думали, что так задумано спектакль. Да. Просто пауза длинная была. Наташа вышла на местную сцену, подала мне руку. Ну и все дальше полилось. Вот. И один раз упал в обморок в общаге. Ну я очень сильно много работал. Очень сильно хотел. Горел. Да. Леонид... Леонид Ефимович Хефиц. Да. Это мастер Саша Паля. Александр Петрова. Братова Руслана. Молочникова. Да. И многих-многих других. Леонид Ефимович, дорогой. Здоровья вам. Тебя спрашивали про три любимых фильма. Ты назвал «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и два фильма Тарковского. Да. Андрей Рублев и «Сталкер». И «Сталкер», да. Там настолько все органично. И тема, идея, суть, игра актеров, художника. Это все потрясающе. Гениально. Я могу на это смотреть просто бесконечно. И у меня... Знаешь, у меня когда... Я когда вижу «Талант» где-то... Я это в ГИТСе первый раз заметил, когда Инга Оболдина такая есть, актриса прекрасная, горячо любимая мною. Особенно раньше. Я видел ее в спектакле, и она настолько органично все круто делала, что у меня стала выделяться слюна. Просто я... Как собака, знаешь? Я потом это замечал за собой. Когда я вижу «Талант». Не на Ингу как на женщину, а как на актерскую группу. «Талант». Когда я вижу «Талант», я схожу с ума буквально. Я превращаюсь в какого-то идиота. Натуральную. Вот так вот. Я не знаю, что со мной это делает. «Талант чужой». Другой. И вот у меня выделяется слюна. Прям физически? Да. Когда «Тарковского» смотришь, у тебя прям со слюнями. Ну сейчас... Нет, на «Тарковского» я просто смотрю с удовольствием. В Андрее Рублеве мучают корову. Не доказано, убили ее в итоге или нет, но ее жгли. Там разные версии. Есть, что она была в защитном плаще, не в защитном... Вопрос важный. Можно ли ради кино мучать животное? Ну как ты считаешь? Нет, нельзя. Я считаю, что нельзя. Как ты думаешь, Леонид Ефимович Хейфиц смотрел фильм «Гитлер-Капут» и «Ржевский против Наполеона»? Я думаю, что нет. Ты не любишь эти фильмы? Короче, я стал изучать карьеру Павла Деревянко, когда вышел «Домашний арест», и думал, блин, как человек, который учился у Хейфица, как человек, который реально вот умеет так, что он забыл в «Гитлере-Капут». Ну допустим, смотри. Как я это предположил? Я думал, Гитлер-Капут, ты решил попробовать себя в жанре трэш-комедии. Это прикольно. Ну то есть попробовать на русской почве. Но проходит 4 года. Понятно, что «Гитлер-Капут» — это чудовищно. Хотя, видимо, заработало денег. Это чудовище. «Ржевский против Наполеона». Да! И тут получается «Ржевский против Наполеона». Отвечай. Какие мотивы сниматься еще потом в таком же фильме, кроме того, чтобы поцеловать Светлану Ходченкову несколько раз в кадре? Какие там могут быть еще для этого мотивы? Расскажи, как ты вступил в эти… На эту жидкую почву, да? Нет, как ты вступил в эти синематографические шедевры? Обеими ногами, так сказать, с распростертой грудью и с собой полным желанием. Это было ново для нас всех. У нас до этого момента не было вообще жанра парадиска. Да, не было. Это было прикольно написано. То есть это была большая компания. «Мариус Вайсберг», ставший впоследствии моим другом, приехал из ЛА, абсолютно такой вдохновленный, с большой школой там, да? Школа чего? Киношкола. А, угу. Я уточню на своих случаях. Делали пробу. Делали пробу. Аня Семенович оказалась лучшей претенденткой на «Радистку зиму». Короче, неважно. Как я вступил? С удовольствием с большим. Мы снимали с большим, с огромным рвением. Мне так нравилось все, что происходило с нами. Снимали во Львове и в Киеве. Вот. Супергорода. Это было потрясающе. Просто мы не спали. Я вот буквально, мне не хотелось спать. Просто я мог там два-три часа спать. И вот так мне хотелось сниматься. Прости. Я не хотел спать из-за работы. Из-за работы. Из-за ускорителей и все остальное. Господи. Все. Я уточню. Я тебе сказал, да? Да. Вот. Нет. Из-за того, что мне нравилось все. Эй, Ели Саныч. Да. Из-за того, что мне очень нравилось происходящее. Вот мы артисты, мы приученные. Ну, были тогда. Значит, я снимался там, ну, не у самых крупных режиссеров до этого. Вот. Потому что, ну, все как-то так вот медленно происходит. Так, ну, там, раз, там, восьмерочку. Там, средний план. Ну, общий план. Вот. А тут вдруг нам бац, 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 бац. Вот так со всех сторон. Я понимаю, что это нифига себе. Думаю, снимают ребята. Я был такого ожидания. Полного, открытого. Я подумал. Вот так я подумал. Да. Ну, что-то как-то мне смутило. На третий раз, когда я третий раз посмотрел этот фильм, он мне вошел абсолютно полностью и четко. Но ты знаешь, Юра, что у этого фильма вот есть вот такие, как ты, люди, которым он не нравится, а есть же такие куча поклонников, для которых это является настольным фильмом. Как ты думаешь? В себе ли эти люди? Нет. Я думаю, в себе. Ржевский против Наполеона. Да. Ты пошел снова, потому что, потому что корешок, режиссер. Ну, это интересно. Все-таки интересно, да. Комедия, национальные герои, Ржевский, который переодевается в графиню Ржевскую. И вот тут у меня был вопрос. К графине Ржевской, я имею в виду. Потому что до этого у меня был опыт, фильм «Люби меня» Веры Сторожевой, где мой герой Шурик переодевается в девушку, чтобы там кого-то соблазнить, что-то там такое. Никогда до этого момента мне не было так тяжело. То есть мне было стрёмно приходить на съемочную площадку и одевать эту женскую… На одевать. Извини, что я тебя поправляю. На одевать. Я тебя хотел проверить, Юра. Молодец. Ну ты несколько раз ошибся до этого. Я как бы держал в себе это. А я ждал, когда ты. Сможешь ты или нет. Молодец. Приходить на съемочную площадку, надевать это платье, Юр. Да. Это было дико тяжело, потому что… Потому что… Ну, как мне тогда казалось, не было никакой формы четкой. То есть жанр должен быть, форма, чтобы… А ты просто надевал это платье и… И должен быть там… Изменять немножко голос женский и говорить. Это было так противно мне. Я говорю, Вера, а что я как? Она говорит, все хорошо. Все делай. А я понимал, что это… Пиздец. Как плохо все. Ну так мне казалось. Чудовищно плохо все. Никита там снимался… Мишка Ефремов. Ага. И… Никита Сергеевич Михалков как-то посмотрел этот фильм или что-то. И они снимали потом тринадцать разогневных мужчин. Нет, просто тринадцать. И он подошел к Мишу как-то… Люби меня, говоришь? Ну-ну. И Миша… Стебал, да? Ну да. Люби меня, говоришь? Ну-ну. Вот. И я говорю, слушай, Марио, а там нужен мой герой, Ржевский, переодевается в графиню Ржевскую, чтобы остановить наступление наполеоновских войск. Да. А остановить может только женщина. Да. И может остановить только… Исторический сюжет, да. Так и было все. Да. Реально. На основу. Ага. И я говорю, Марио, слушай, ну я не знаю, у меня был такой жуткий опыт, неудачный, стрёмный опыт. Говорю, так я в платье… То есть осадок у меня ужасный после этого остался. Он говорит, все будет хорошо, все будет нормально. Но в общем, помимо этого, все было замечательно. Кроме фильма и того. Это… Мнение, Юра, как жопа. У каждого своя. Вот. Поэтому… Поэтому я люблю этот фильм. Он был… И я люблю все, что с ним связано. Мы познакомились там с Володей Зеленским. Ты целовался в губы с Владимиром Зеленским там? В губы? Нет. Там не было поцелуев. Что ты придумаешь-то? Сейчас появляется вот здесь, как бы прям реально того. Просто поцелуй в губы не значит поцелуйся языком. В этом смысле. Там прям… Прям… Даже мы с Серегой не позволяли себе такой близости. Хотя у нас много… Да ладно, рассказывайте, ребят. Все я про вас знаю. Вот. Слушай, ну, может и было. Может и было что? Я не… А, ты не помню. Время-то прошло, не помню. Угу. И что? А что, Юр? Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Ты зайдешь там в зальчик, что-то там помоешься в душе и все. Есть такое. Мне нужно постоянно есть, жрать, как я называю, чтобы не похудеть. То есть у меня проблема с похуданием. С набором веса, вернее. Ага. То есть мне не нужно худеть, мне нужно толстеть постоянно. Я поэтому пью протеины какие-то, чтобы… Чтобы мясо появлялось. Чтобы из 62-х выйти килограммов. Ты видишь, 62 килограмма? Да, 62. Извините. Завело. Если ты это хочешь премонтировать к тому моменту, уже поздно. Да. Ну ладно, да. Мы уже перешли. Да никто не увидит. Ну да. Никто не увидит, я убираю вас. Когда в кино происходят какие-то ляпы, ну много. Да. И у Голливуда, и здесь всегда. Кто-то не в той одежде вышел, знаешь, перепутали. Вот. И обычно говорят, да это никто не увидит никогда, я вам клянусь. Когда такие артисты в кадре, никто никогда этого не увидит. Твоя цитата. Я никого не боюсь играть, кроме, наверное, людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Не потому что не смогу, а из-за предрассудков своих и общества, которые развили во мне какую-то несвободу. Ты сказал это несколько лет назад. Поминалось ли что-то сейчас, в 2020 году? Наверное, много уже. Наверное, много лет назад сказал, я думаю. Поминалось ли сейчас? Знаешь, Юра, я думаю, во многом вот эти слова были продиктованы вот тем временем. Я сам из Таганрога. Я рос с пацанами вокруг. И вокруг нас там куча были какие-то зоны. Блатная романтика была всегда рядом с нами. Всегда. Голуби летят на отношениях. И среди вот этого народа было абсолютно однозначное отношение к всему этому. А сейчас? Посмотрев «Полное затмение» с Леонардо Ди Каприо, там где он… Рэмбо играл? Леверлен? Да. Рэмбо. Рэмбо. Я понял, как же они свободны, как они лихи, и насколько нам нужно расширять свои рамки, так сказать. Так, и вот я хочу расширить свои рамки, и хорошо… И тут как раз Саша Шейн, Александр Шейн… Режиссер-авангардист. Точно. Предлагает мне сценарий, который называется «Смеситель». Мой герой… Сантехник-гей? Я не помню, кто он… Это любовник Гоши Куценко, который потом беременеет от него. То есть я… Слушайте, ребят, вот знаете, у меня большой… Сейчас, серьезно, у меня большой прорыв, потому что я очень долгое время… Мне кто-то даже когда-то в каких-то интервью упоминал это, и я ненавидел этого человека в тот момент. Мне настолько было противно, мне настолько было больно, мне настолько было стыдно за то, что я делал. А сейчас я это говорю. Легко. Класс. Шикарно. Да, да. Так вот… Я скривился, потому что он беремененел. Не потому что он гей, на всякий случай. Давай. Потому что это уже в трэш переходило. Давай, давай. Насыпай. Вот. Мы все это сыграли, когда это увидел, это конечно было отвратительно. Отвратительно. Это на долгое время мне испортило, ну вот, все мое… Ну, я был разочарован. То есть, понимаешь, одно дело, когда это какая-то серьезная работа, какая-то серьезная роль… Допустим, человек, который всех удивил. Женя Цыганов. Там страшные сцены. Страшные. Страшные сцены. Ну… Ну это круто. Ну это круто. Да. Он меня реально удивил. Я никак не отжидал от Женьки этого. Жень. И ты спрашиваешь, как изменилось мое отношение к этому, ко всему? Да. Эта цитата не актуальна? Сейчас? Да. Ну нет, конечно. Окей. Ну нет, конечно. Просто если сейчас будет какое-то интересное предложение, то я с удовольствием это сделаю. Вот и все. Если в Google вбивать «Павел Деревянко», там то ли третьей, то ли пятой ссылкой появляется «Павел Деревянко ботокс». Ботокс? Да. Так. Почему? Я не знаю «Павел Деревянко ботокс». Ты делал пластику когда-ли? Пластику? Нет. Никогда? Нет. Я экспериментировал с лбом, чтобы не было больших морщин глубоких. Я делал как-то… А, ну вот-вот я пробовал этим ботоксом. Ну вот, собственно, на фильме «Счастливый конец» у меня там лоб в ботоксе. Вот. Ну это было чудовищно. Я… Ты колол… Тебе кололи вот сюда? Тебе, 35-летнему? Ну… Ну да, мне не нравились свои морщины. Слушай, а вот у меня есть же морщины? У тебя? Да. Парочку есть. Так. И то есть вот ты смотрел… Я просто не очень даже понимаю, что такое морщины. Нет, понимаешь… И ты, молодой мужик, это делал? Ну ты понимаешь, у меня на лбу такие были глубокие прорезы. Такие морщины. Ну вот как-то от них хотелось избавиться, да. Тебе понравилось? Нет. Это было очень плохо. И ты отказался от этих вещей? Отказался. Вот я… Смотри, для меня… Улучшайзинг! Это называется… Улучшайзинг? Перфекционизм. Ну, перфекционизм. Ну, одна из степеней. То есть хочется всегда чего-то приближенного к идеальному. Ну, знаешь, понятно, что ты далеко не идеален, но хотелось всегда. Ну вот. И хочется, собственно. Так а стареть же тоже красиво можно. Ну вот я долгое время не мог с этим примириться. Сейчас я, кстати, не знаю насколько… Только со старением своим. Хочется же вечно молодым и вечно пьяным быть. Да? Да. Слушай, а вот у меня куча седых волос выяснилось. Когда я лишился доступа к парикмахеру, у меня выяснилось, что прям седины дофигища. Вот, 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 вот. А у тебя есть? Ну, как это есть? Ну, ты знаешь, мне делали мезотерапию. Мезотерапия и типа плазма лифтинга в голову. Уколчики достаточно болючие, но волосы хорошо растут. Ну, ты знаешь, от выпадения волос и от седины они спасают. Да? Да. Я сейчас чувствую… Незотерапия! Но если без этого, то все равно можно обойтись, можно жить? Да, живут люди. Слушай, про ботокс. А ты вот когда на вождя смотришь, как думаешь, есть там он или нет? Ну, есть, конечно. А понимаешь логику? В смысле, я понимаю? Ну, я не понимаю. Просто вот нафига? Ну, в смысле, чтобы эстетично все как-то выглядело. Ну, это нормально. Я не считаю это ненормальным. Я считаю это норма. На него все смотрят, знаешь. Это все лишние детали, которые могут кого-то раздражать, кого-то уводить от сути. Ну, понимаешь? Когда тебе будет 60 с лишним, будешь колоть? Как думаешь? Ну, надо дожить, я не знаю. Может, я буду смирившийся уже к тому времени с собой. И, может быть, он нравится себя старичком. Даша. Твоя жена. Она пекарь. Да. Да. У нее есть прекрасная компания. Называется она Саша Бретт. Сашу зовут мою младшую дочку. Так? Дашку зовут многие Сашу, потому что, думаю, она в честь себя назвала свою компанию. У нас семейная пекарня. Более 100 позиций они пекут безумно вкусный хлеб. Все на закваске, вот, все с большой любовью. Очень много сейчас стало позиций, ну, сейчас несколько позиций появилось безглютенового хлеба. Шикарных. Это здесь печется? Нет. Или у них заводик? Небольшая есть пекарня, но сейчас, по-моему, вчера она мне сказала как раз, ночью мы валялись, обсуждали всякие темки. И она говорила, что она нашла себе новое здание и будет переезжать. Потому что сейчас есть форма хорошая. Форма, я имею в виду хлеб, классный вкусный хлеб, качественный. Но нет образцово-показательной пекарни. Вот. И я прям на этом настаиваю. А пекарня, в смысле, ну, то, где это можно было выставлять, продавать? Нет, ну, чтобы красиво все было. Хорошее здание, хорошее помещение, чтобы все это было, все формы. Да-да-да, я слышал, что ты прям такой перфекционист. Ты очень паришься на внешнее все такое. Перфекционист хуев, как я себя называл. Расскажи, как ты познакомился со своей женой? У нас был спектакль много-много лет назад. «Вий» назывался он. Поставила его Нина Чусова, которой я ей говорил спасибо. Дай угадай, по Гоголю. Молодец. Мы играли его с Викой Исаковой. О-о-о. С Вичкой Исаковой, да. Большой русской актрисой. Да, с моей подруженькой прекрасной. Викуся. И Викуля мне говорит как-то, ну, дружили там, общались. Она говорит, поехали на Николину гору, я тебе познакомлю с одной семьей классной. Угу. Мясищевых. Говорит, там такая бабка там, бабуся. Гарик Сухачев, моя бабушка курит трубку. Трубку курит бабушка моя. Про неё. Это не про неё, но это про неё. Ага. Как вы понимаете? Вот, и Гарик там тоже бывал. И там все и харатьяны там были, вот в этом семействе. Да. Раньше это было… Вот. Я приехал, меня сразу как-то приняли. Бабуся была такая, огонь. Сейчас ей уже 90, вот исполняется. Честно, она подослабла, хватка её. А раньше, ну, просто… Я приехал в эту семью, познакомился со всеми. Познакомился с младшей сестрой Машей. Дашу никак не видел я там. Два или три раза приезжали мы. Вот. Как-то увидел её на пляже. На Никориной горе. И, не знаю, года три мы были знакомы с ней. Встречались там, может быть, раз в полгода примерно на каких-то вечеринках. Очень симпатизировали друг другу, но… То у неё кто-то был, то у меня кто-то был. Ну, как бы, в это время. И на одной из таких вечеринок, кстати… Я помню, хотел отношений каких-то серьёзных, но никак не мог найти. И Мариус… Мой друг Мариус… Пока… Дашка… Увиделись там, всё. Она отошла куда-то на какую-то вечеринку. И Мариус говорит… Вот. В общем, три года спустя где-то… Ноченькая тёмная, я чё-то у себя дома, чё-то делаю. Там, в начале первого, по-моему, звонит Дашуля. Даша. Даша. Вот. Мясищева мне. Вот. Я говорю, алё. Она говорит, да, привет. Там чё, как дела? Я вот здесь неподалёку… Как же клуб этот был? Солянка. В Солянке. Ты ходил в Солянку? Ну, я там немножко ходил. Я не особенно ходил, если честно. А. Не особенно. Она говорит, я в Солянке там, чё, может, гости? Я говорю, да приезжай, конечно. Приезжай. Она приехала, мы попили там чё-то, чайку. Она говорит, а ты смотрел фильм «This is it»? Это вот как раз только Майкл Джексон не так давно умер. Я говорю, нет, не смотрел. Она говорит, я сейчас поеду, куплю. Я говорю, да куда ты поедешь? Она говорит, я поеду. Сел на машину, поехала, привезла DVD. 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 Мы посмотрели DVD. И как-то слово за слово… Короче, Варвара у нас… Варвару, нашу первую дочь, мы зачали, зачали в первое свидание. На первом свидании? Ну, так это… Ну, то есть, это вообще необъяснимо. Вообще необъяснимо. Вот это да. Ну, я не буду подробно тебе говорить. Ну, это да. Ну, то есть, вот… Вот так мы познакомились с Дашкой. Понятно, ничего от меня не требовало. Она говорит, ну там, типа, я беременна и всё такое. Говорит, вот если ты не против, я буду рожать. Я говорю, да, вообще, окей. Внимание будет, там, всё будет. Вот. И никогда у нас не было никаких обязанностей друг перед другом. Никогда. Вот. И потом у нас появилась вторая дочь через некоторое время. В общем, у нас было всё наоборот. У нас не было дикой любви и потом, знаешь, это спада. У нас было всё наоборот. У нас как-то всё очень… Как-то так спокойно начиналось. Никак. Ну вот. Ну вот так. Случайно как бы, да? Как бы случайно. А потом сейчас развелось в какой-то… Развелось, в смысле, разгорелось. Разгорелось, да. Развелось, в смысле развивалось, развелось. Какую-то, да. Я правильно понимаю, что у вас долгое время были свободные отношения? Да. Вот фрилав, как он есть? Абсолютно. Вы бывали вместе, но при этом у вас была личная жизнь отдельная. Абсолютно точно. И у тебя, и у неё. Да. Просто мне всегда казалось, что фрилав… Я далеко не ретроград. Вот. Но мне всегда казалось, что фрилав – это всегда история, когда кто-то один от этого кайфует, а кто-то другой просто терпит. Либо от большой любви, либо от большой глупости. Ну, Юр, не знаю. Это вы там у себя спрашиваете. У нас всё было, как я рассказал, всё было нормально, всё было обоюдно. Угу. Угу. Так, а сейчас вы? А сейчас мы в кайфе, в полном. Воспитываем детей, живём вместе. Ну, в смысле, да, живём вместе. Вы как одна семья сейчас живёте? Вы как одна семья сейчас живёте. Особенно сейчас. Нет, ну что… Ну, слушай. У нас в этом смысле, конечно, очень удобно. Потому что у меня в Москве есть своя квартира, которую я до сих пор, кстати, снимаю. Да? А, ты снимаешь кого? Да. Я живу в своей квартире, и когда у меня есть возможность, я приезжаю всегда на дачу, на Никольную гору. Вот. Провожу время. Даша живёт на Никольной горе с детьми, ты живёшь в центре Москвы. That's right. Удобно. Ага, прикинь. А когда соскучиваетесь, вы встречаетесь. Точно. Вот это ты шакал, а. Что это за слова-то такие употребляешь? Юрий Александрович, ну что это такое? Не, ну, подожди, а это всех устраивает? Не, если всех устраивает, то не шакал, то тогда просто… Ну, естественно, Юрий. Ну, бля, ну что ж ещё, бля, ну, конечно, ну, это же обоюдно. Полностью обоюдно. Полностью. Абсолютно. Так, смотри, а как вы определяете степень фрилава? То есть сейчас его нет? Да нет, никакого фрилава. У нас семья. У нас семья. У нас всё наоборот было. Это так же как… прикольно. Это так же было, как в институте. С моим взрослением, как с моим становлением. То есть я начинал с нуля, и потом как-то в обратную сторону. Брался за ум. Потом брался за ум. И так у нас, видишь, как вот… У нас не было никогда бешеные страсти, но вот зато сейчас у нас есть. Крепкая семья. Дашуля! Викуся. Режиссер Нина. Жень. Марио Саня. Леонид Ефимович. Дорогой. Наташка, привет. Дашуля! Серёг, держись, ладно? А то ты этот… с Пашей уедешь сейчас. Заходишь уехать… Спокойно, спокойно. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Немножко неловко обсуждать это сразу после трогательного рассказа про семью, но я не могу это сделать. Что, бабло хочешь обсуждать? Нет. Нет, бабло — это наоборот. Это пересекающаяся с семьей. Если спросить любого человека из актерской или киносреды про Павла Деревянко, он скажет, что Паша — это ёбарь-террорист. Правду ли говорят? Ты сейчас как безруков смеешься, я тебе не верю. Бля, как мне смеяться? Что мне на это сказать? Нет, ребят, я не ёбарь. Ну что тебе сказать, Юр? Что я тебе сказать? Я промолчу лучше. Ладно, в кулак просто. Это старая репутация. Она верна? Что ты хочешь услышать? Если можно, честный ответ, который никого не обидит. Я люблю красоту, любил красоту. Любил красивых женщин? Любил красивых женщин, да. Тут к нам приходил Лёха Щербаков. И он признался в вещи, в которые мужчинам в России не принято признаваться. Я должен тоже буду задать тебе этот вопрос. Как ты относишься к кунилингусу? Да нормально отношусь, Юр. Нормально или хорошо? Хорошо. Мы добавим тебя в чат наш с Лёхой. Лёх, третьего нашёл! Ещё про тебя говорят. Деревянка — король вечеринок. Я начал устраивать вечеринки с... Это мой день рождения. Это всегда мой день рождения. Это раз в год. Бывает. С тридцати лет. С тридцатилетия мы отмечали его на Селигере. Да, это было уже двенадцать... Четырнадцать лет назад. Это было всё мощнее, всё интересней. Всё больше денег я затратил на это всё действо. Вот. И... Самая крутая... Самая крутая была... Четыре года назад. Сорок лет. Мне было. Ну сорок, как известно, не отмечают. Поэтому я... Решил отметить. Через сорок дней после сорока. Ох ех... Ровно через сорок дней на сороковой день. Ну так получилось. Это был Cosmic Freaks Party. Так. Вот. Это, не знаю... Километров... Тридцать-сорок от Москвы, наверное, было. Были какие-то три футуристических... Помогали мне. То есть устраивали всё это. Моя однокурсница Жу Мантвилайте, которая... Rise Entertainment, которая делает, собственно, Midsummer Night Dream. Ты слышал про это? Что такое? Midsummer Night? Rise Entertainment. Они делают... Midsummer Night Dream, After Halloween. Ты слышал про эти... Нет. Нет? Нет. Я купал детей в этот момент. Ладно. Короче говоря, это было очень здорово. Под Москвой были какие-то футуристические дома. Это были три танца пола. Это было там больше двухста костюмов. И все гости... Любой гость, который приезжал, его сразу наряжали в какой-то... И это был уже не он. Да? А уже был какой-то персонаж. И он мог позволять себе всё, что угодно. Вот. И это было здорово. Да. 40 лет. И после этого как-то, ты знаешь, ни разу... Вот за эти четыре года, Юр, после этих сорока лет у меня не возникало желания устроить такую какую-то грандиозную вечеринку. Сколько ты потратил на то? Ну там где-то 20 тысяч долларов. Ну это с большими скидонами. Потому что там у них были свои кетеринги, свой свет. Просто 200 человек всю ночь по лицам. Ну не 200 человек, больше ста человек. Кем ты был наряжен? У меня было несколько костюмов. У меня был этот... Чувак из Пятого Элемента, этот... Скуби... Как его звали? Костюм за 70 штук мне... За 70 штук мне пошили костюм шерстяной. Шикарный. А можно увидеть у меня в Инстаграме. Я потом ездил в нем на... Кинотавр. А какой кинотавр? Я потом ездил на Burning Man в этом костюме. И еще парочку. Я ужасно люблю на вечеринках переодеваться. У тебя была поездка в страну, в которой даже самые искушенные путешественники далеко не всегда бывают. Венесуэла. Что ты делал в Венесуэле? Что ты делал в Венесуэле? В Венесуэле, Юра и Юрочка, мы снимали кино. Мы снимали там фильм «На море». Опять же, троица. Ярослав Чеважевский, Юра Колокольников и я. И другие артисты и актрисы. Мы снимали «На острове Маргарита». Мы снимали фильм «На море». Даже «На острове». Окей. Да. Очень прикольный фильм получил. Очень. И после того, как мы... Что ты хочешь узнать про Венесуэлу? Я слышал, что ты в недры Венесуэлы продвинулся после этого. Так. И прошел там какую-то процедуру. Обряд. Обряд. Что это за обряд? После того, как мы сняли «На острове Маргарита», месяц мы снимали примерно этот наш фильм «На море», мы поехали с Юрой Колокольниковым, с моим другом, и с проводником через всю Венесуэлу. Так. Да. И центральной частью нашего трипа была, собственно, я не помню, как штат назывался. Река Оренока. Мы знали имя шамана. Мы хотели сделать обряд о Ихуяске. Айуаске? Я так и говорю, о Ихуяске. Хорошо, так. Угу. Вот. Ну и, собственно, мы это сделали там. Смотри, это очень модная штука. Мы когда снимали «Кремниевую долину», мы узнали, насколько же это популярно в Штатах, особенно среди творческой молодежи. Среди бизнесменов я очень знаю многих людей, которые вообще никаким образом к наркотикам вообще никаким образом не относятся, и которые проходили этот обряд. Расскажи, что… Знаешь почему? Почему? Потому что ты, Юр, можешь ответить на очень многие интересующие… где-то там в твоей глубине вопрос, на которые ты не можешь сам себе ответить. Когда ты запутался, когда тебе по-настоящему нужны ответы. Я ни в коем случае не пропагандирую наркотики. Никогда. Да. Вот, но… Наркотики – это что? А? Это зло. Да. Я не знаю, я просто… просто говорю, да? Да. Вот. Вот в Венесуэле это называли… А, нет, они называют это «медицина». Две вещи с тобой происходят. Ну, так как мы не готовились, нужно, конечно, готовиться, там, голодать, ну, не жрать ничего, потому что, ну, идёт жёсткая очистка. Жёсткая. Нас чистило по полной программе. То есть лило из всех щелей, которые… Смотри, ты заходишь в Вигвам, да? В Вигвам, да. Там шаман, он что-то читает. Он даёт вам зелье какое-то… Когда из обеих щелей тебя… И всё. Из глаз, отсюда, вот, из ушей, ну, отовсюду просто. Да, было жёстенько. Но при этом, при всём… То есть я был на грани «бэт трипа», ну, это когда, ну, значит, совсем плохо, то есть я где-то был на грани. Вот, когда ты переходишь в эту черту вот этого, ну, заканчиваются вот эти моменты очищения, очистки, настолько удивительно чистая, высокая степень сознания у тебя, что выкристаллизовывается самое важное, ну, что есть на этом свете. То есть вот нам шаман говорил до того, как мы, допустим, это он говорит, ну, когда будет вам тяжело, будет вам трудно, думайте о двух вещах. О семье и о работе. О семье и о работе. И о своём любимом деле. Вот. И действительно ты понимаешь, что в этом мире, на этой планете нет ничего выше, ничего круче семьи своей любимой и своего любимого дела. Ничего. Всё остальное не имеет смысла. И вот эти вот поиски каких-то смыслов других, ну, через наркотики, через что-то, ну, это всё, это не нужно, это, ну… Не нужно, это всё херня полная. Чистая. Ну, кстати, я знал это и до этого. Я решил просто… Я решил не говорить об этом, но просто некоторые в курсе этого и без наркотиков на Амазонке. Люди очень многие под воздействием этого… Ты можешь почитать Википедию. Да. Ну, можешь узнать про это. Бросают пить, бросают курить, бросают ругаться. Ну, отвечают на свои какие-то, ну, самые потаённые вопросы. Это действительно так. Мы, вот, да, у Юры это был вообще первый экспириенс такой, психоделический. Мощный, сразу мощный. Ему это очень понравилось. Я видел, как мне казалось тогда, как он поменялся. На полгода он стал совсем другим. Мне очень нравилось, как его перемены. Так как у меня это было всё уже, ну, не впервые. У меня опыт достаточно… Был, короче говоря, до этого опыт. Ты до этого ездил на овеску? Ну, разный, другой был опыт. Ага. Психоделический. Был, был, был. Ну, а этот месяц, который мы снимали… На острове Маргариты мы жили на Вилле, мы каждое утро зарядка там… Ну, просто… Я просто был красавчиком, реально. Так. После этого месяца. И за эту ночь… Я спустил всё, что у меня было. Я просто опять превратился в такого. Я был, конечно… Это прям килограммы ты спустил? Ну, там, я не знаю, килограмма полтора, наверное, да. У меня был минус. В общем… Ну, я никаких для себя новых вещей не открыл. Ну, это для меня было, ну, так… Странновато. Странно, скажем так. Ты же наркоманил, да? Ну, просто за пределами айоаски. Ну, да, я опытный парень. Ну, в смысле, был опыт у меня, да. Таблеточки, порошочек… Ёр… Ну, что ты… Как… 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 Директор… Директриса в школе. Деревянка, что ты делал на этой вечеринке? Не-не-не, я же не осуждаю. Я… Да ничего, Марья Ивановна, ничего не делал. Мы просто сидели… А не ври мне. Не ври. Вы курили. Мне Маша сказала, вы курили, да? Ну, да, мы курили. Ну, был опыт, да. 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 Зачем тебе это было нужно? Ну, для познания себя. Это была история про отрыв башки, там, от популярности, от желания попробовать что-то? Или это именно были вот эти твои актерские прибамбасы? То есть, когда ты хотел… Турские прибамбасы? Ну, смотри, ты же человек, который хочет исследовать себя. Я хочу извести. Который хочет перевоплощаться. Который, вроде, весь такой… Хоп! Хоп! Таганрог! Но не так. Ну, конечно. Ты реально, как бы, упарываешься даже по роли для фильма «Счастливый конец». Это вот… Я… 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 Ты рассказал, насколько тебе было обидно, что ты так вжился в роль, а фильм не зашел людям. Я реально это представляю и, как бы, очень уважаю, что… Ты так работал даже на неочевидной истории. Прекрасно понимаю твою горечь из-за того, что фильм не зашел. Вот. И мой респект из-за этого вырастает. И мне интересно, наркотики были просто потому, что ты хотел пробовать лишнее или потому, что ты связывал какие-то другие цели с этим? Моменты желания были разные, конечно. Вот. Но… Я очень благодарен своему опыту. Очень сильно благодарен. Сейчас я понимаю, конечно, что… самая близкая точка к объективности… Ну, это середина. Да. Да? Ну, середина между субъективностью и объективностью, да. Середина. Да. Хоть так, хоть сяк. Вот. Но чтобы узнать эту середину, ты должен… познать края. Ну, как бы… Границы. И вот ты, собственно, действуешь. Ты ищешь, ты расшатываешь свою психику, свою нервную систему, для того, чтобы, ну, чего-то понять. Кто ты, что ты, где ты, откуда ты, кто ты вообще. К сожалению, очень многие люди, ну, вот из этих трипов не возвращаются или возвращаются поздно. Ну, уходят. Мне повезло. Мне просто повезло, что как-то я всегда к середине возвращался. И потом у меня абсолютно точно есть понятие, желание, что нужно быть посередине. Ну, чтобы быть объективным, к себе относиться, прежде всего, и к жизни. Ты сейчас не употребляешь? Не употребляю. Я не употребляю, Юр. Юр, приоритеты меняются. Ты взрослеешь. У тебя есть семья. У тебя есть дети, у тебя есть ответственность. Не делай так, это правда. Тебе кажется, что это херняк, но это не так. Это чистая правда. Ну, просто у кучи наркоманов есть дети из семьи. На них это не влияет. Ну, окей, я еще не все, я через запятую называю. Есть амбиции. Ага. Ага. Это да. Да, я очень много хочу еще сделать чего-то. И это все мешает мне. Мешало бы, могло бы мешать, может мешать, понимаешь? Ну вот. Твой съемочный день стоит больше или меньше 500 тысяч рублей? Меньше. Но больше 300? Варьируется. Ты знаешь, у меня с деньгами очень интересные отношения. Я их люблю, уважаю. Это я сам себя, наверное, пытаюсь в этом убедить. Но я их трачусь много. Как-то вот так вот. Мне кажется, что как они приходят ко мне, так они должны и уходить. Я так живу. Реально, правда, так живу. I get to receive. Отдавать, чтобы получать. И это гениально работает. Я много отдаю. Много. А получается что? Все. Все, Юр. Жизнь. Счастливую жизнь. Друзей. Семью любимую. Работу. Тебя улыбающегося. Ну просто. Я просто… Я счастлив. Правда. Это клево. Класс. Блиц. Юра, не кричи, что ты… Я спрашиваю коротко, ты отвечаешь необязательно коротко. Вино или виски? Винишка. И виски иногда. Самая смешная пьяная выходка в жизни? Поссать с балкона. У тебя было? В детстве. В детстве? Юра, я не помню. Ну… Но ты писал с балкона. Ну, да. Актер или актриса с которой… Кто не ссал с балкона? Тест. Сал? Сал. Мы с Серегой не ссали. Я ссал в штаны. Я ссал в штаны. Ты смотри, как это отозвалось. Михалков или Балабанов? Михалков. Витцин или Никулин? Никулин. И Витцин тоже. В чем смысл жизни? Только сейчас не делай кислое лицо. В любви, Юр. Нет, тут я не буду делать кислое лицо. Да вот что, вот готов. Если бы я не сказал, сейчас бы сделаю. Нет. Ну так бы сделаю. А почему в любви? Ну потому что это и самое созидательное чувство. Эмоция. Да, любовь. Любовь и осознанность. Самое главное. Осознанность? Да. Я не понимаю, что это значит? Объективность. Но ее же не существует. Существует. Ну, существует она... Середина. Это же есть объективность? Мы говорили об этом, да? Но если ты себе не врешь... Долгое время... Ты врешь себе, Юр? Не. Уверен? Ты уверен в этом? Да. Я пиздец, как сложно. Да. Это нереально. Это просто. Это? Если ты готов говорить себе неприятные вещи, то это очень просто. Возможно, я не скажу это. Ты не можешь это. Я не скажу это. У тебя не получается это. Ты никогда не будешь таким. Это очень легко сказать себе? Нет, Юра. Это, может быть, и легко сказать. Но есть вещи, которые ты не можешь... Которых ты не можешь заметить в себе. А, это другое. Да. Но это уже не про вранье. Это про вранье, конечно. Это все... Это отделение. А, Б, С и эти... Один, два... Тогда надо собирать фокус-группу. Фокус-группу из людей, которые вокруг тебя и которые... Мы когда... Перед тем, как писались... Просто маленький фактор. Перед тем, как писались, была гример Наташа. Она, типа, тоже часть нашей команды. Это человек, который всегда будет рубиться за нас и все остальное. Но как ты думаешь, что она сказала перед началом съемки? Она сказала... Юра, я посмотрел ваши две последние интеграции, ты там в алкоголичке на диване. У тебя очень рыхлые руки. Ты не только на балкон воздухом ходи дышать, но ты про турник не забывай. Вот когда тебя окружают такие люди, которые... Еще раз, я убежден, что она максимально за нас. Она в сложную минуту поддерживает... Но она, если видишь, ну рыхлые руки... Ты как бы не забывай про турник. Это как... Она всегда скажет, что, дружок, ты подросла. Юра, это круто. Знаешь, вот потому что... Мне кажется, потому что... Мне кажется, потому что... Очень важно, когда у тебя есть друзья, есть люди, которые скажут, когда у тебя на лбу начнет расти... Член? Да. Скажем так. Такой маленький Юра колокольник. Да. Они тебе об этом скажут. Вот. Понимаешь? Это так сложно там... И в твоей жизни, я понимаю, все больше появляется людей, которым ты нравишься, которым нравится твое творчество. И все меньше людей, которые тебе говорят вот такие вещи, могут тебе сказать. Да? А такие вещи очень нужны. Очень нужны. И они могут дико быть неприятны. Конечно. Когда тебе говорят, друг, слушай, что-то ты, братан, какой-то стал. Че? Да ну, слушай. Ну ты об этом задумаешься. И вот то, что приближает тебя... Вот эти моменты, которые невидимы. Вот эти медные трубы, про которые... Там... Про которые мы не говорили. Медные трубы. Невидимые. Медь. Когда тебе трубят со всех сторон. У тебя есть такие друзья, которые тебе так скажут? Да! Да! У меня есть такие друзья, Юр. Я горжусь своими друзьями. Очень сильно. А ты дружил с ними, когда ты в Гитлер капот играл? Ну, с некоторыми дружил. Мне везет, они мне... Ну, они ничего не говорили. Ну, как ты говоришь, это говно. Вот так, как ты, Юр, никто не говорил. Не, говорили, говорили, конечно. Конечно говорили. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Конкурс. Что ты принес? Вынес, точнее. Супер-эксклюзивчик. Бейсболочка, кепка Беллатор. Эксклюзивчик. Здесь подпись Федора Емельяненко и Райана Бейдера. Это бой, который произошел 29 января 2019 года. Я был в команде у Федорова и Емельяненко. Мы вместе готовились к бою. Мы все были уверены, что Федор тогда победит. Но Бог распорядился по-другому, о чем Федор сам сказал после боя. Ну, вот такой эксклюзивчик. Он больше мальчишечий, но тем не менее. И ни разу не надеванная, новенькая абсолютно. Ты не раз называл свое лицо «типикал Russian face» или «пролетарское лицо». Конкурс. Давайте любого другого актера или актрису, или русскую, или иностранную, так же сочно охарактеризуем в комментариях. Как Паша охарактеризовал себя про… Я что-то соврал, нет? «Типикал Russian face», да, мне так сказали как-то. Ну, ты согласен, что похоже или нет? Ну да, наверное. Я не знаю, по крайней мере, раньше было так, сейчас, может быть, уже немножко по-другому. Уколы ботокса не изменили, нет? Надеюсь, нет. Мы тоже надеемся. Так же сочно нужно охарактеризовать актера или актрису. В прикрепленном комментарии нужно это сделать. И тот, кто сделает это иронично и правдиво, то вот эта кепка достанется ему. Паш, без рукопожатий. Юр… Чпоньк! Итоги конкурса будут через минуту. А пока напомню, что у нас есть наш маленький интернет-магазин. В свое время там расхватали очень быстро вот эти худи. Кайф, кайф, кайф. Мы их допечатали, и теперь снова можно купить. Кроме того, там есть футболки Майка Реша, которые по-прежнему огромному количеству людей интересны. Поэтому мы их тоже допечатали. Также там есть кошельки и спортивные треники. Вот такие вот сырокицы. Поэтому если что-то интересно, забегайте, заказывайте. В любую точку мира мы это доставляем. А если не закажете, мы будем любить вас так же сильно, как и любили до этого. Попробую сделать так, как наш герой делал неоднократно в этом выпуске. Ну а теперь итоги конкурса. Двух самых ожидаемых конкурсов. Один из них под выпуском с Антоном Лапенко. Там нужно было придумать имя инженеру. И мы выбрали вариант от Митяй М. Вот его комментарий. У инженера имя на поверхности. Игорь Николаевич Женер. Именно этому человеку достается приз от Антона Лапенко. И Алексей Щербаков. Конкурс, итогов которого ждут все. Потому что там настоящая машина. Машина, машина. Автомобиль. Нужно было придумать нового героя для Лехи. Для всех вот этих. Серега очень волнуется сейчас. Поэтому у него потрясется немножко камера. Поскольку он несколько вариантов ответов оставлял. Хотел бы еще одну. Второй автомобиль в свой автопарк. Выиграл Паша Мурадов. Никто не просил его прислать в качестве стиха. Но он прислал. И сразу нескольких героев туда зашел. На метро устал кататься. Ехать в лом издалека. Продает автомобили ГАЗ Турбинович АК. А зимой похолодало. Горло ноет у ребенка. Нашего врача зовут. Мась Плацебович Зеленка. На досуге рисовали. Спреем черным на заборе. Все закрасить нас заставил. Жек Комунович Газгольда. В ручке кончились чернила. Самому не размешать. В канцелярском консультант. Тубус в клеткович тетрадь. Декорировать квартиру — это целое искусство. С выбором определился. Абажур Корнизыч Люстра. Леха Щербаков одобрил этого победителя. Паша Мурадов и человек, который выиграл в конкурсе «Лапенко», свяжитесь с нами. Можно ВКонтакт написать, например, в нашей группе или «Банде Дудя», которая там есть. И мы вручим вам эти замечательные призы. Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий. Юрий будет дуть, дуть, ееее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова